Приветствую вас! Такой популярный вы задаете вопрос, судя по количеству ответов, которые появились на ваш вопрос. Я думаю, что целесообразно было бы разделить мой ответ на две составные части. Да, первое будет касаться непосредственно вашего вопроса, я постараюсь ответить на него. А второе, вторая часть будет касаться, наверное, лично вас и того, что именно с вами происходит. Мне тоже кажется это очень и очень важным. Итак, для чего он пытается меня вернуть, если ему не нужны отношения, глубоких чувств ко мне он не испытывал. Здесь, возможно, два варианта. Вариант первый. Это то, что мужчина просто-напросто боится отношений, боится сближения, и вот таким образом он себя ведет, потому что по-другому он не умеет, боится показаться слабым, вот, боится обжечься, боится, там, не знаю, получить, получить какой-то негатив в свой адрес. В общем, это чистая история такая про то, что человек, ну, опасается близости. И играет этот человек в игру, в которую, ну, условно, вот, чисто условно, можно назвать «Я приближаюсь, ты отдаляешься». Есть такая игра, вот, «Я приближаюсь, ты отдаляешься». И, соответственно, в этой игре человек, ну, подобно, знаете, ребенку. Вот как, как маленький ребенок, да, человек пытается сблизиться, хочет сблизиться, но боится. Боится, боится этого самого сближения, вот, ну, просто-напросто боится. И с этим поделать, ну, на самом деле ничего нельзя, только если человек сам не осознает свою проблему. Вот. Второй вариант, который может быть, это вариант того, что человек действительно вас использует, того, что человек действительно вас, значит, как-то для своих целей удерживает. Но, опять же, его задетое самолюбие говорит об определенной неуверенности в себе и об определенных страхах, страхах. Как бы с его стороны, да, в его восприятии. В принципе, вариантов больше нет, потому что, то есть, тут либо вот такое, либо такое, либо такое. Вот. Понятно, больше нет быть не может. Мужчина может быть, может быть кем угодно, он может быть каким угодно, у него могут быть какие угодно абсолютно проблемы, но направление основных два. И то, что он делает и пытается сейчас вас вернуть, это, конечно, ни в коем случае не говорит о том, что он изменится, что он станет другим, что он будет вести себя по-другому и так далее. Почему? Потому что он ничего не обещает, он хочет просто поговорить. Вот. Есть, конечно, вероятность того, что мужчина вас проверял, но, опять же, это, как вы понимаете, связано с тем, что человек, там, опять же, чего-то, чего-то боится, да, то есть это какой-то страх. Ну, какие-то страхи. Вот. Поэтому тут только, тут только так. Тут только так. Вот. Ну и, в общем, в целом, вы для себя, на мой взгляд, понимаете все очень правильно, на мой взгляд, вы понимаете все очень правильно, в том смысле, что вы не позволяете ему вести себя с вами, с вами таким образом, вот каким-то, ну, негативным образом, да. Вот. Вы не позволяете это делать ему. Мне кажется, что это очень хорошая позиция, мне кажется, это очень-очень правильная такая точка зрения ваша. Вот. Ее надо придерживаться. Даже если вы захотите с этим человеком быть вместе, да, то все равно нужно все-таки установить, что приемлемо, например, ну, для вас, да, в отношении с ним, что неприемлемо. Вот. Потому что, ну, если этого не сделать, да, то я боюсь, что фактически, фактически, ну, ситуация повторится снова. Ну, да, то есть она, эта ситуация, она просто будет, ну, возникать опять, короче говоря. Вот. Э-это такой аспект, такой аспект, да, что если вы хотите с ним быть, то вам нужно, во-первых, понять для чего, то есть почему вы хотите с ним быть. Вот именно вы, почему вы хотите с ним быть. Именно вам он, э-э, самой, зачем, ну, в общем. Вот. То есть, э-э, вот это, это, это желание, вот это желание с ним быть, оно, ну, на мой взгляд, э-э-э, должно быть исследовано, обязательно. Вот. Теперь, теперь, э-э-э, теперь, э-э-э, то, что касается, э-э-э, вас. Как я и сказал, да, я, э-э, хочу, значит, э-э-э, пару слов сказать о том, что вот непосредственно касается именно вашего, вашей фигуры. Э-э-э, здесь, ну, вот именно здесь, в э-э-э, этой ситуации. Значит, смотрите, напротив. Э-э-э, э-э-э, значит, э-э-э, мне двадцать девять, ой, мне двадцать один, ему двадцать девять, общаться два месяца. С самого начала ничего не обещал. Э-э-э, вот опять же, э-э-э, здесь я поддержу, поддержу своего коллегу, э-э-э, Кудрыщева Игоря Леонидовича, и спросил у вас, э-э, о каком манипулировании идет речь, если человек вам ничего не обещал? Он сразу сказал, какими будут ваши отношения, он сразу сказал, какими они будут, да, он сказал, что они могут перерасти во что-то больше, э-э-э, но он вам ничего не обещал. О какой манипуляции идет речь? Дальше, э-э-э, так, грамотно разводил на секс, пишите вы. То есть, тут вы его, как бы, обвиняете в том, что он вас, э-э-э, развел грамотно на секс. Простите меня, пожалуйста, если я ошибаюсь, но вы ведь тоже согла-э-э, согласились, согласились на секс. Вы ведь тоже, э-э-э, видимо, хотели с ним, так-то, вы ведь тоже, э-э-э, вступили с ним в этот связь. Например, а то, что он вам ничего не обещал. Так почему вы не желаете признать свою личную ответственность, э-э-э, значит, в том, что вы делаете, да, вот, вы не желаете признать свою личную ответственность за это, вот, почему-то. И я так понимаю, что вы обвиняете, ну, по сути, вы обвиняете мужчину в том, что он, вот, вас, э-э-э, грамотно развел на секс. Вот, хотя на самом деле, да, я уже сказал, он действовал относительно прозрачно и вам ничего не обещал, о чем вы сами говорите. То есть здесь вам необходимо, на мой взгляд, для себя определиться с тем, чего хотите вы, или хотели, или хотите. Изначально, чего вы хотели, изначально, что вам нужно было, изначально, для чего вы с мужчиной, да, э-э-э, решили вступить в отношения. Особенно, если он вам ничего не обещал, как вы говорите, опять-таки. То есть определитесь, пожалуйста, со своими желаниями, определитесь, пожалуйста, со своими потребностями, определитесь, пожалуйста, с тем, что вы хотите. Дальше, э-э, при этом постоянно проводя самое время, я говорю, что часто с сексом начинаются отношения, что ничего не изменится. Не очень, не очень понятно о том, не очень понятно, что именно не изменится, то зачем идет речь. И контекст того, что часто с сексом начинаются отношения, тоже не очень понятно. Но, никто не говорил, что у вас обязательно с секса начнутся отношения. Дальше, я решил рискнуть, и правда общаться мы стали даже больше, но общение ничего не нашло, потому что то, что вы решили рискнуть, это ваша ответственность, о чем вы пишете, что я решил рискнуть. Вас никто не доставлял это делать. Дальше, так, помимо секса мы ходили на выставке в театре, он познакомил с друзьями, а потом он все равно не хотел признавать это отношениями, и вам бы здесь среагировать. Вам бы здесь среагировать, как только вы увидели, что мужчина не хочет признавать это отношениями, вам бы здесь среагировать сразу и все сказать, а у нас не отношения, меня это не устраивает. И это было бы справедливо, но мы этого не сделаем. 31 июля я улетел на море, он каждый день звонил и прилетел ко мне всегда с другом, 15 августа, все было нормально, все его друзья представляли меня как его девочку, он все время очутился, где девочка, то что-то не вижу ее рядом. Опять же, вам на это нужно было как-то реагировать, потому что это прямое отношение имеет к вам. Но вы, судя по всему, не реагировали на это вообще никак. Дальше, я называл все, что у нас происходит просто общением, так как, по его мнению, нужно узнать друг друга лучшее, и только потом дойти до отношений, иметь общие цели на будущее. Все так? Вот и так, все так. То есть, видите, человек изначально устроил, точнее поставил между вами барьер. Он изначально поставил между вами границы. Последняя средняя отдыха, он просто напрямую срывал меня на всю ночь, почти не звонил. Вот. Это все его поведение, которое является нормальным в рамках того, что он вам говорил. Да, это не самое красивое поведение, да, это поведение не самое нормальное, но в рамках того, что он сказал, это норма. Дальше, я специально не шла домой, издала его до последней, так как приняла решение закончить все это. Вот у меня возникает вопрос. Точно так, может, как у него, от чего вы ожидали? Почему вы думали, что будет по-другому, если он четко сказал, что у вас просто общение? Почему вы считаете, или считали, или не считаете, что он должен был вести себя по-другому? Понимаете, вы на самом деле ответили на твой вопрос, когда написали, что влюбились. Вы влюбились. То есть вы человека, по сути, идеализировали. И, наверное, до сих пор идеализируются его. То есть наделяете его теми качествами, которых у него нет. Почему-то. Почему? Потому что вам это нужно. Потому что вы этого хотите. Потому что вы в этом нуждаетесь. В чем вы нуждаетесь? В чем вы нуждаетесь, нужно определить. Вот. Вот. Может быть. Может быть. Может быть. Вы думаете, как раз, как раз, вот, в каком отношении к себе. То есть, ну, вы считаете, что, что к вам вот так можно относиться. К примеру. Может быть, у вас, например, занизена самооценка, и вы, подсознательно, не допускаете того факта, что к вам можно относиться лучше. Например. Например. Опять же. Например. Я не знаю. Наверняка. Дальше. Он вернулся. Мы пошли гулять. Я ему холодно сказал. Я не хочу продолжать отношения. Аргументировал. Все притки начинают наводить комфорт и нестабильность и ухаживание. Банальных цветов и неуважение. Вы поймите, что. Из всего того, что вы перечислили, объективно, то есть для вас собой, может существовать только последнее. Неуважение. Все остальное, дискомфорт, это ваша ответственность, нестабильность, это ваша ответственность, а звуки и ухаживание прямо вытекает из того, что он сказал, что вы просто общаетесь. И все. И получается, что на человека вы переносите ответственность. Здесь. То есть я испытываю дискомфорт, а виноват ты. Я чувствую нестабильность, а виноват ты. Ну а о какой стабильности идет речь, если человек сказал вам, что не знает, будут у вас отношения или нет. Он абсолютно спокойно отреагировал, извинился, сказал, что не будет осторожное решение, потому что ты дала отношения вообще. Я говорил, что уже ничего не жду, на этом всего хорошего полета. Вот именно. То есть вы закрылись, вы обиделись, вы не сказали, что вам нужно. То есть вы, по сути, проявили себя очень боднецко здесь. Вообще не складывали отношения, что вы ведете тебя как ребенок в этом смысле. Вот. Он начал резко лезть, обниматься, говорит, пупсик, ты серьезно? Я холодно отказал ему, в чем отказали, и вернулась домой. Ну то есть опять, да, вот здесь вот, по факту вы, ну вот насколько вы идеализируете, да, человека, и какую-либо ситуацию, настолько вы потом будете ее обесценивать. То есть любая идеализация обращивается на обесценивание. Вот. Вы вообразили в себе, что эти отношения к чему-то приведут, они не должны были к чему-то приведут, и вы испытали разочарование. Потому что они ничем не обернулись. И ответственность за свое разочарование вы перенесли на мужчину. Вот. Он сказал так, прилетишь в Москву, пишешь, я сказал нет, я все решил, и номер такой я удалю. Удаляю. Ну опять же, это очень, знаете, так по-детски звучит. То есть это звучит так, типа, что я обидел, давай, типа, вдвоевывай меня. Разумеется, я пришла и долго плакала, так как он очень заполнил сердце. Вот. Вот. Мы перешли к сути. Все дело в том, что он запал вам сердце. Но он вам запал сердце. Какое отношение к этому имеет сам мужчина? Почему он должен отвечать за то, что он запал вам сердце? Больнее всего мне было, когда он так спокойно отреагировал. А так, аноним, скажите, он должен был отреагировать, если он изначально ставил отношения так, что ничего не определенное, то это просто проведение вместе совместного времени, как он должен был отреагировать. Почему вам больно от этого стало? Ведь он ничего плохого вам в этом смысле, чтоб спокойно отреагировал, не сделал. Это первое. То есть вас это за дело, давайте поисследуем, что именно за дело, как вы себя почувствовали. Откуда это чувство возникло у вас? Это с одной стороны. С другой стороны, он потом начал к вам лезть. То есть он пытался как-то что-то загладить. Он пытался себя как-то проявить. Вы ему отказали. Может быть, мужчина только так умеет проявлять неравнодушие. Может быть, он не умеет, боится проявлять чувство напрямую. Об этом вы не подумали, вы были заняты своей обидой. Я вас не обвиняю, я хочу показать. Я хочу показать ситуацию так, как она есть. Дальше. Не один для меня он позвонил, начал задавать вопросы, сказал, что хочет обсудить это все в Москве. Спросил меня, что ты хочешь. И сказал, я хочу поговорить об этом нормально, когда ты вот такой же тип и напиши, как прилетишь. Но это значит, что вы ему для чего-то не умеете. Так же не один для меня он вчера позвонил из Москвы, раз в десять разных номеров, написал много смс. Я, разумеется, достаточно не беру трубку. А чего вы держите? Вот опять же вы ведете себя, как обещанный ребенок. Это не взрослое отношение. Хочет человек поговорить? Пусть поговорит. Выслушайте. Но опять же, вы слишком охвачены своими чувствами. У вас слишком много чувств. Эти чувства не имеют отношения к мужчине. Потому что вы не хотите этого самого мужчину сделать счастливым. Сейчас. Вам важны вы. Вы сами. Вот и давайте подумаем. Вот давайте подумаем, что именно вам важно для себя. Дальше. Так. Написал много смс, просил перезвонить. Я хотел бы, но мне правда нужно подумать и не общаться с ним. О чем подумать? Будет ли он, будет ли он дальше звонить? Нет. Я не знаю. Какая разница? Она не... Какая разница, будет он звонить или нет? Если человек долго отталкивает, ну, он не будет звонить. Потому что, а зачем? Ну, вы все равно отталкиваете. Никакой обратной связи нет. Или вы хотите, чтобы он вас добивался? Или вы хотите, чтобы он вот так вот постоянно на целом ставил? Вам это приятно? Что вам это дает? Подумайте. В связи с этим, так, на вопросы я ответил. Скажите, пожалуйста, дорогие эксперты, что вы все что думаете об этой ситуации, и как вы видите ее развитие? Ну, развитие я вижу так, что вы либо продолжаете находиться в таких созависимых отношениях, все больше и больше впадая в зависимость от него, либо вы поработаете над собой, над своей самодостаточностью, и после с этим же мужчиной будете вести себя на равных, от него независимо и выстроить здоровые отношения, если, конечно, там есть чувства. Вот. Я, конечно же, не хочу быть с ним и хочу поднять трубку. Зачем? Ну, подсознательно я понимаю, что верить ему опасно. Не опасно ему верить, он ничего плохого вам не сделал. Не опасно ему верить, вы себе не доверяете. У вас основное и завышенное ожидание от этого. Вы сами то идеализируете, то и обесцениваете ситуацию. Вероятно, вы были, ну, мне кажется, что вы с своим отцом вот взаимодействовали, ну, не очень хорошо. Вот. Потому что слишком много у вас чувств и очень-очень мало анализа. Как бы. Вот. Я предпочел бы вас научить именно рациональному научку мышления. Вот. И предпочел бы вас научить тому, чтобы лучше обращаться со своими чувствами. То есть лучше понимать, что это значит. Иметь анализировать их и направлять на их мир в фон. Вот. Ну и определиться с потребностями, конечно. То есть почему вы хотите быть с этим мужчиной, что вы понимаете под влюбленностью, что вы к нему чувствуете, что вы хотите и так далее. Это все нужно определить вас. И не перекладывать ответственность на другого человека. За то, что хотите вы, за то, что нужно вам, за то, что желаете вы. Вот так. Можно ответить вам на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Это максимально важный результат. То есть можно Secondary темп значит, чтобы и повысить, противить смутные bessки.